В семье Ивана Ивановича Вертиева День Победы – особенный праздник. Хоть он и его жена Анна Ивановна не были на фронте, Великой Отечественной войны оставила отпечаток на их судьбах. Иван Иванович – инвалид детства вследствие войны и приравнен к ветеранам Великой Отечественной. С войной Иван Иванович Вертиев встретился лицом к лицу в октябре 1941-го, когда фашисты оккупировали Рокетянский район. В июле 1943-го его малая родина стала ареной ожесточенных боев Курской битвы. Девятилетний Ваня прытко убегал от снарядов, летящих с неба, прятался в саду. Но однажды бомба разорвалась слишком близко. Рваные раны по всему телу, раздробленные кости рук и вечная темнота. Последнее, что видел мальчик, были танки, фашисты и голубое небо. После того, как меня подорвало, меня отвезли, собственно говоря, в местную больницу, у которой никого не было. Я там неделю полежал в этой больнице. Уже был оттаран моих запах. Помочь маленькому Ване было нечем и некому – ни медикаментов, ни врачей. Тогда отец мальчика отправился к коменданту оккупированного села и попросил спасти сына. Комендант немецкий дал направление в военный госпиталь. Положили меня между немцами, между итальянцами. И сделали мне операцию. Помню, как меня заставляли считать. Один, два, да, шестидесяти я досчитал и заснул. Когда мы зажили, помню, хирург взял руку мою, подавил, вот так, всё, и что-то там сказал, и меня выписали. Он не видел чужих лиц, но запомнил голоса. Он не видел Дня Победы в 45-м, но на всю жизнь запомнил звуки и ощущения. Мать моя работала на огороде у себя. И когда объявили, что закончилась война, у нас плакали все в деревне, вот, потому что многие солдаты погибли. Вот так это было. Потом была учёба, комсомол, работа, всему учился заново. Иван Иванович, несмотря на инвалидность, всё в доме всегда чинил сам, вспоминает сын. Сам изобретал специальные станки, облегчающие труд. Вот, значит, отец мой может изобрести даже вот такой вот станок, называется как бы он сверлильный. Это он делал сам, всё абсолютно, я даже не помогал, даже не видел, как он это делал. Это, значит, вот надо ему что-то просверлить. Берёт он там какую-нибудь деталь, значит, вот сюда вот закручивает её, вот так открутил эту вот, вот сюда закрутил её, да, вот так вот, закрутил. Потом надо ему вот просверлить там где-то, одной рукой же там не удержишь это всё, надо держать. Вот он эту закрепил деталь, надо попасть под сверло, вот тут надо просверлить. За стойкость духа, силу характера и внутреннюю доброту и полюбила его Анна Ивановна. Они встретились четверть века назад, для каждого это второй брак. Уроженка Краснодарского края до Старого Оскола прошла длинный путь. Война её застала в подмосковном Косино. Я даже помню, как самолёты летали эти немецкие, у них даже звук другой. У них вот такой ву-у-у-у, а у нас ву-у-у-у, вот так, да. Я даже помню эти звуки. Всё это запомнилось, записалось и тут, и тут. В 1943-м, будучи 14-летней девочкой, Анна Ивановна пошла работать в колхоз. Семьи из шести человек еды катастрофически не хватало. Носилки выскакивали с рук, нету силы. Но все равно приходилось работать. Это очень запомнилось по сей день. Я приходила домой, мама отдирала ноги, премороженные к сапогам керзовым. Не было ни носков, ни тряпок замотать, не было ничего. Как мы жили, я не знаю. Я вообще думала, что я без ног останусь. Они меня даже не болят. В войне выжила вся семья, родители и четверо детей. День Победы навсегда остался самым светлым и радостным праздником. Это не передать радость такую. Передать невозможно, какая была радость. Какая была радость, вы даже не представляете, как мы все этих солдат, всех, которые на фронте были, всех, которые защищали, как их все встречали, как они радовались, как это не забыть. В этом году, 9 мая, Вертиевы не смогут, как обычно, выйти на улицу, чтобы разделить радость дня с родными и соседями. Но обязательно накроют стол и поздравят друг друга с главной в жизни каждого победой.